Друзья, здравствуйте! Такой немножко необычный ролик. Мы тут были в гостях в Самаре по ландшафтной компании Etude. Это двое наших коллег, ребята Денис Терехин и Натая Алтунина. Мы на их объект поставили какое-то количество растений, но речь пойдет не о наших растениях. Там вот на этом объекте очень четко, очень ярко проявились некоторые проблемы, связанные с темой городского озеленения. И мы подумали, что будет интересно это показать, озвучить. Так родился этот сюжет. Давайте смотреть вместе. Коллеги, мы сейчас в Самаре, около большого торгового центра. Здесь мне кажется, есть очень показательный объект, который я хочу попросить прокомментировать, себя, Дениса и Наталью. Мне кажется, очень интересно липы. Липы были посажены в один и тот же год. Покернём, пожалуйста. Вот картиночка. И вот картиночка. Ребята, а чем отличаются эти липы? Липы отличаются тем, что это деревья посажены вдоль газона, если вы посмотрите. И на газоне работает система полива, которая сделана таким образом, что во время полива роторы заворачивают, в том числе и на парковку, чтобы поливать эти деревья. И эти липы пытаются держать исключительно за счет ручного полива с автобойлера. Ну, получается у них так себе. Разницу вы можете сами видеть. На самом деле, деревьев очень жалко. Мы потеряли уже около десяти саженцев за это время. Ребята просто ухаживают за этим объектом, да? Ну, как бы это на их помещение, но полив они не сделают без инвестиций, да? Растения, да, были привезены из Германии. Приезжал собственный питомник. Не буду врать, не помню название его. Посажено было семьдесят шесть деревьев. Перезимовали все семьдесят шесть. Первый год мы без гарантий сажали. А дальше они тихонечко по одному начали выпадать. Просто по причине отсутствия нормального. Это к вопросу об инвестициях на уход. Я не знаю, вот эту картинку прямо показываете тем, кто заказывает вам объекты. Вот так выглядит с уходом, с полива, да? А вот так выглядит без полива. Полив обязательно нужен. Две разных картинок. Две разных картинок. Особенности этого проекта, расскажите в двух словах. Тут какой нюанс. Когда приехали липы, стояли клёны голобозные. И живых из них практически ничего не было. Мы 15 штук сохранили, пересадили в другое место, но они там тоже не привезли, потому что за ними тоже не было никакого ухода. А когда ставили липы, мы очень сильно переживали, потому что тут какой нюанс. Растение стоит на пригорке, стоит в узкой полосе зеленой земли. Сколько там ширина этой полосы? Полтора метра, на самом деле. Ну это очень мало для дерева. Да, с одной стороны парковка, с другой стороны асфальт. И по прямой примерно 150 км до Казахстана. И они как раз ветра, соответственно, холодные, жаркие. Но пока за ними условно был ответ нас как гарантийных людей, которые сажались в растениях. А вы их сажали? Мы их сажали полностью. А расскажите, какую делали яму? Не сильно большой на самом деле, потому что грунт в общем целом казалось вполне себе живым. Он сильно высоким бордюром ограничен от парковки. То есть он был нормальным. И, кстати, реагенты туда никакие не попадали. Туда реагенты вообще не попадали. Вот это крайне важно, потому что липа дешелла. Реагенты, позже скажу, там есть нюанс. Да. Особенно на Кизинке оказалось тоже очень плотно тело реагирует. Вот. И 76 посаженных растений выросли 75. Одно дерево было с Ассиновской мобильной в первую зиму. К сожалению. Вот. А дальше немножко ослабили уход в плане полива. Я, простите, я хочу посадочной яме. Расскажите. Ну, они хорошо выглядят достаточно, те, которые поливаются. Мы меняли грунтейн. Вот. Какой же, ну, она, наверное, была не глубокая, она слишком широкая. Не глубокая. Кома были, естественно, европейские, компактные. Делали мы ямы в ширину максимально возможную. Бордюр не ограничен. Понятно. И примерно такую, соответственно, справа налево. Ну, то есть полтора на полтора. Полтора на полтора. Сантиметр 50-60. Сантиметр 50-60. Вывезли и завезли сюда машин, наверное, 6-7чик. Наземные детали уже не помню. Давно было. Но было весело. Следующий такой вопрос. Мы с вами прошли. В каких-то местах везем все идеально, полустаровано, да? А в каких-то местах вот такая вот история, да? Подвыпитый, гулый. С чем это связано? Мы на сто процентов не знаем. Но основное предположение, что связано это с реагентами. Потому что, если посмотрите, здесь находятся ступени. Эти у нас кустарники отгорожены ничем практически. А с одной стороны у нас есть... По высоте, то есть они идут вровень? Да. А земля вровень с... При том, что здесь сделан водоотведение. Ага. То есть здесь скрытый желоб. Однозначно у нас между корневой системой и этим желобом скопаны стальные 60-сантиметровые листы, которые ограждают. И все равно каким-то образом через верхнюю часть, через крону, как угодно, все это дело впадает в растение. А это дело это что? Тут моют в схеме как-то, да? Тут обязательно моют зимой реагенты. Не только зимой. Аааа, зимой реагенты, чтобы не скрыть. И не только зимой. Летом отмывают. О, масляные какие-то пять. Лучше, чтобы пришатка была чистая. Она специально чистая. Посмотрите, она идеально чистая здесь. Ну да, она просто великолепная. Мы просто думаем, что это химический ожог. Поэтому растение со стороны дороги лучше, чем растение со стороны пешеходной зоны. Вот это вот очень интересно, ну, проектировщикам, да. Если вы проектируете такие места, имейте ввиду, что мытье шампунем и подсыпание реагентов, вот плохо сказаться на растениях. То есть либо поднятие, да, и бордюр какой-то, либо это, ну, как-то пространство спроектировать иначе. Но когда мы имеем то, что вот о чем вы говорили, мы имеем выпавшее растение. Выбор был здесь очень серьезный. Не буду сенсор называть, но прям страшно, что было даже близко ни к ней не было. То есть это уже подсажены, подсажены. И посажены по второму кругу. То есть на второй символ снова выпавшее растение. Похожую перспективу на все оставшихся. Да. То есть пока бордюры не будут подняты, здесь я не думаю, что это проблемно улучшится. Потому что если посмотрите на той аллее, там выпаду практически не было уже. Ребят, и вот очень интересно, я вижу прям массивость маяка в городском отделении. Ваши растения. Знаешь, это здорово. Слушайте, для меня это одна из самых любимых пив. Потому что, конечно, очень пластична. Она прекрасно смотрится при обрезке напиль с однолетними по оберегам. И вообще, насколько я знаю, она достаточно встреча в городе. Вот я ее вижу в таком месте. Здесь торговый центр. Здесь вообще море машин. И вот она живет. Расскажите, как давно живет, как переносит условия города. И вообще, какое у вас ощущение от маяка здесь, в городском пространстве. Для озеленения этой части нам нужно было ажурное воздушное растение, но при этом устойчивое. Поэтому мы выбрали его маяк, как растение, которое соответствует этим требованиям. Показательно, что в отличие от кизильника, она практически не страдает от химического ожога, который у нас маяка. То есть, она очень спокойно реагирует на соли и на загазовность воздуха? Да. На загазовность, точно. Без проблем. По поводу солей мы их защищали, как кизильник. То есть, мы обрабатывали растения пуршатом по осени. А, по осени. То есть, по осени обрабатывали сейчас? Конец октября, середина ноября. Два захода. Растения мы в обязательном порядке проливали весной водой, чтобы смыть всю эту дрянь максимально глубоко в землю. Насколько это было возможно? Не знаю, помогало или нет, но пытались. Естественно, максимально помогали стимуляторами роста и почкообразования. Никаких удобрений глобальных здесь нет. Здесь они в течение сезона вносятся, потому что, ну, она растет на полосе 70 см от асфальта до асфальта. Естественно, мы их в зиму обрезаем на пень, оставляя сантиметров 20, чтобы просто не коломать, потому что здесь ходят люди. И у нас есть обязательная договоренность с космопортом, что там, где растут растения, у нас не накидывается снег никакой и не выбирается. Это не помогает пешеходов, естественно, которые ходят через нее, но хотя бы помогает от тех реагентов, которые могли бы набрасываться сверху на эти растения. Вот, пожалуйста. Да. С этим бороться бесполезно. Да. Прям вот засняла это? Короче, прошла женщина взрослая, красивая, просто по кустам, вот просто растоптала и прошла, ни с чем не бывало. Ива в маяк потрясающе. Растение оказалось... Она выдержала это. Она все выдержала, она красивая, она очень хорошо себя ведет, особенно когда ветер небольшой не загуляет, потому что это безумно красиво. Да. Самое правильное решение пока что. Да, здравствуй, маяк. Здравствуй, зеленень. Да. Пошли дальше. Показательный момент по лань солей. Мы все знаем, что спиреи не очень их любят. Давайте смотреть. Мы здесь защищали точно таким же образом, мы ее очень здорово постригли. Плюс поставили деревянный каркас, чтобы снег не накидывался. Посмотрим на растения. Там, где они защищены, у нас условно фонтаном, либо лавочками, они зеленые, пушистые, ровные. Там, где преграды никакой не было механически, соответственно, здесь снег все равно сгребается. У нас спиреи выпали, мы досаживали, они тихонечко восстановились, но далеко не все. Они закрыты лавочками, они себя замечают. Еще что-то, где лавочек не было, они себя чувствуют. Никак их уже нет, к сожалению. Вы думаете, есть некий ассортимент в вашей голове, который все-таки переживет реагенты, которые должны сажаться? Даже злаковые травы и душевик, он не так пострадал. Многолетние, которые, возможно, потому что они отмирают полностью, может быть, поэтому они не так сильно страдают от солей. Ну, это как предположение, там, в видняках, которые, да, рядом со спиреей, многолетники выходили гораздо лучше, чем она. Здесь это полностью тысячелистник исчезает. Хотя зима была правильно хорошая, тысячелистник не стало вообще, здесь был бы 120, наверное, в общей сложности его. И не перезимовал. Мы не знаем почему. Ну, шлаки весь ассортимент, они вышли, они в хорошем состоянии. В шалфеи вышли. В шалфеи. В душевик, он же сеется, возможно, это не материнское растение, может быть, это семена сходят. То есть он тоже восстановился в этих темах. Да. Вот чем должны заниматься, ну, научные какие-то учреждения, да. А у нас они занимаются, ну, те, кто готовит, допустим, кадры. Тем, чем угодно, но только не тем, что нужно на практике. А вот мы путем методом проб и ошибок первый, второй, третий год, ассортимент такой-то не сходит, приходим к каким-то выводам. Как бы было здорово, если бы этим выводом системно занимались ученые и люди, которые знают, что такое наблюдение, что такое системная работа с этим, а не мы вот так за счет своих денег, за счет своего опыта, за счет своих болячек постигали эти азы. Ну, да. Без этого никак.